А теперь, друзья, самое главное событие нашего года – открытие Школы Васту. С превеликой радостью хочу вам сообщить об этом. Для меня это очень значимый шаг. И открыть Школу Васту мы собирались в 2020 году. Но вы понимаете, что наши планы были отложены в связи с пандемией. Тем не менее, за два года мы подготовили вот такой вот дистанционный трехлетний курс. И мы приглашаем вас на первый курс, который начнется 27 февраля в 10 часов по московскому времени. Занятия будут проходить с переводчиком один раз в неделю по воскресеньям. Первый курс продолжается 3 месяца или 12 занятий. Второй курс – 6 месяцев. Третий курс – 9 месяцев. Это очень серьезное обучение. И для меня эта история, вот к созданию этой школы я шла, можно сказать, с 1996 года. Для меня это мистическая история. Она началась с того, когда в 1996 году я только-только открыла первый раз школу джотиш. Мы собирались в Петербурге, в зале. И среди моих студентов были последователи Махариша, Махеш-йоги. И однажды они принесли показать мне журналы, которые выпускает их центр. Я листала журналы, и вдруг меня привлекла большая фотография, буквально почти на всю страницу человека. Такое спокойное, духотворенное, очень мудрое лицо. И я прочитала, что это величайший знаток ВАСТу, который открывает школу в Голландии. Я прочитала программу, и как я... А я работала в то время архитектором, по образованию я архитектор. И я очень сильно захотела учиться. Я знала, что существует ВАСТу. Я пыталась как-то самостоятельно ее изучать. И вдруг я вижу вот такая необыкновенная программа, двухлетнее, очное обучение. Но, конечно, тогда, в 96-м году, это было для меня невозможным поехать в Голландию, чтобы там два года учиться. Вот, я посокрушалась о том, как... Жаль. И вдруг судьба. В 2017-м году меня вновь столкнула с этим человеком. Это было удивительно. Мы с друзьями... Вот здесь Максим Кротков я видела. Вот с Максимом, с его женой Джайанти, с Джайкумаром. Мы путешествовали по Керала. И наш друг, вот на фотографии вы видите его на первом плане, слева, Уни Кришнан, двоюродный брат царицы Махарани. Замечательный человек, очень искренний наш добрый друг. Он знакомил меня с самыми известными астрологами Керала. И вообще в такие семьи сложно вот просто так прийти, да. И только благодаря Уни Кришнану мы смогли, скажем, познакомиться с такими людьми. И когда мы были у астролога, то он познакомил нас со своим племянником. Вот вы видите его справа. Молодой человек. Он спросил, кто я по профессии. Когда я ответила, что я архитектор, он был очень удивлен, обрадовался и сказал, что я тоже архитектор. И пригласил меня познакомиться с его отцом, профессором Васту. И я пришла на следующий день. Мы пришли вот в их дом. И увидев этого человека, что-то такое знакомое проскользнуло в моей памяти. Но я не придала этому значения. Когда мы прощались, мы очень хорошо провели, скажем, беседу. Мы разговаривали о России, об Индии, о Васту, о джиотиш, об архитектуре, о проектировании. И Кришнан Канепайор Намбандирипад, так звали профессора Васту или отца нашего нового друга, предложил мне открыть в России школу Васту. Конечно, я очень обрадовалась этому. И на прощание он пригласил меня в свой кабинет, чтобы подарить книгу. Вы видите, я держу эту книгу в руках, вот эту книгу мы перевели. Но не знаю, успели ли мы издать ее сейчас, но, скажем, к осени она уже будет обязательно издана. И вот, войдя в его кабинет, на столе я увидела ту самую фотографию, которую видела когда-то в 96-м году. И я спросила у него, а вы не преподавали ли Васту в Нидерландах? Он сказал, да, это я. И я тут рассказала ему о том, как я хотела стать его ученицей 25 лет назад. Почти 20, да, больше 20 лет назад. Он засмеялся и сказал, Господь выполняет все наши желания. И вот теперь, друзья, этот необыкновенный человек может стать и вашим учителем. Итак, обучение в школе Васту – это три разных курса. И это фундаментальное трехлетнее обучение. Первый курс называется Васту Вигьян 1. Это всего 12 занятий, 3 месяца. Вот именно он начнется у нас 27 февраля. Второй курс Васту Вигьян 2 – это вторая ступень. Это 24 занятия и это 6 месяцев. И третий курс – это уже ступень Васту Ачарья. И определенный, скажем, да, определенный, ну, не степень, а определенный уровень, что ли, изучения этой науки, Васту Ачарья. Этот курс будет длиться 8 месяцев. Он будет включать еще и стажировку в Индии, и экзамены, и дипломный проект. Будет очень много практических занятий. И для тех, кто серьезно отнесется к этому курсу, есть возможность получить новую профессию, специалист Васту. При этом мы будем изучать не только проектирование согласно принципам Васту, но также будем изучать еще и корректировку, методы коррекции, пространство и так далее. То есть курс очень интересный, и курс, на самом деле, от истинных носителей этого знания. Кроме того, мы получим международный сертификат, который дают наши профессора. Итак, представляю наших учителей. Их зовут Брахмашри Кришнан Канипаюр на Бундире Пат. Старший и младший. Это отец и сын. Вообще, семья Канипаюр – это очень известная семья в Керала. Керала считается родиной Васту, и исток возникновения этой науки восходит к самому Парашураме. И считается, что, как бы, Пураны описывают, что, когда аватар Вишну Парашурама, явившись, чтобы покарать кшатриев, закончил, выполнив свою миссию, то свой топор он забросил в океан. Баруна, бог океана, в ужасе отшатнулся, и вода отошла, и открылась земля, которую Рама, Парашурама, Рама с топором, подарил Брахманам. Его миссия заключалась в том, чтобы как раз освободить Брахмана от тирании кшатриев, которые захватили власть и, скажем, не поощряли знания. И таким образом появилась Керала, и Парашурама отдал её Брахманам, а также дал им различные знания, аюрведу, джиотиш, васту и другие знания. Поэтому Керала — это и родина аюрведы, и родина васту также. И Парашурама избрал браманов, и их семьи стали хранителями этих знаний. Так вот, науку васту от Парашурамы получила семья Канепаюр Мана. Это было в незапамятные времена, в ведические времена. И в этой семье испокон веков рождалось очень много выдающихся учёных и знатоков вед, которые были и королевскими астрологами, и королевскими архитекторами. Сейчас семья Канепаюр очень активно сотрудничает с правительством Индии. К ним обращаются каждый раз за консультациями, не только для строительства храмов, но также они носят титул «Намбундирипад». Это титул очень почитаемый. Вот «Намбундирипад» — это не фамилия, это титул. И это титул, который мы можем перевести как «высшие среди браманов». Браманы — это каста, которая изучает сакральные знания, а «Намбундирипад» — это «высшие среди браманов». И это очень малочисленные такие вот, да, как бы единицы носят этот титул. И этот титул даётся, скажем, да, вот передаётся в этой семье из поколения в поколение, и рождаются там, естественно, очень непростые люди. И они получают и семейное образование, и, естественно, да, светское образование. Например, наш профессор Кришнан Канипайор «Намбундирипад», вы можете прочитать его биографию на сайте. Он вообще преподавал математику, физику, и преподавал в университете, и у него научные степени есть в этой сфере, но в то же время он изучал и от своего отца, тоже очень известного васту архитектора, семейное знание. И сейчас его сын получил уже архитектурное образование, скажем так, светское, да, и то знание, которое он унаследовал из своей семьи. Вот эти выдающиеся совершенно личности могут стать вашими учителями. Поэтому я с нетерпением жду сама начала этого курса и приглашаю всех вас. Сталина спрашивает, на кого больше ориентировано обучение вас в ту школе, на проектировщиков, строителей или дизайнеров? Курс будет интересен и профессионалам, архитекторам, дизайнерам, но также он рассчитан на любого человека. Он рассчитан с нуля, и первый курс будет читать нам Кришнан Канепаюр-старший, он будет давать нам основу понимания этой науки, ну и затем постепенное ведение. Поэтому этот курс рассчитан для всех искренне интересующихся этой наукой. Хорошо. Хорошо.